Я надеюсь, что все отпраздновалось очень приятно и весело, и замечательно. У меня тут Лао Ешену Лун, 15-й год, Южно-Фунзянский. Южно-Фунзянский, да? Замечательно. Олег, а что у тебя написано? Бегущий? А, бегущий? Город. А, бегущий город. Все, я поняла. Здорово. Красиво. Это старая волонтерская футболка, еще, я уж не знаю, сколько им лет, наверное, на лет 15 один футбол. Такое очень китайское сочетание цвета, желтый и красный, такие вот, ну, яркие желтые и красные, прям, всегда праздничные. Добрый вечер. Здравствуйте. Я с вами могу вам присоединиться. Это замечательно. Это просто замечательно. Так, ну что, давайте потихонечку начинать. Я думаю, Денис, а у вас какой чай? А тут есть несколько донцунов, и я еще решаю, какой выбрать. Ага, какой-нибудь донцун, хорошо. Саша, а у тебя какой чай? А у меня особо выбора не было. Я вскрыл пачку своего таблички, и, судя по всему, там оказался зеленый чай. Ну, а может быть, это все-таки тагуанинь? Ну, а может быть, это все-таки тагуанинь? Может быть, потому что на пачке написано тагуаньинь. Ну, вообще, такой крупный лист, я думаю, что это просто очень светлая, очень зеленая тагуанинь. Ну, он вот так вот скручен, если его видно. То есть, это такие продольные скручки. Я не знаю, как она называется. Интересно. Ну, сейчас попробуешь и скажешь. Вот у меня донцун так выглядит. Да? Точно так. Да, интересно. Кстати, подожди. Из Ишисян, 19-го года. Интересно, интересно. Что с ним, что? Достынет, я попробую. Кто-то к нам еще пытается присоединиться, но прям никак. А я у себя нашла старенькую, 2013-го года, Целань, и мне интересно, что от нее осталось. Потому что Целань, Уйшаньская Целань, она достаточно, мне казалось, была светленькой. Сейчас посмотрим, во что она превратилась. Значит, я сегодняшнюю, 2013-го, случайно найденный пакетик. У меня вот есть Целань, 16-го, что ли, года, непонятно. И Целань какая-то тоже уже посвежее. Вот можно было бы сравнить тоже, раз такое дело. Да. Если это интересно тебе, ладно, попробовать параллельно попить Целань. Давай. Не молодую. А как его будет? Давай. Не обмениваться. Ну, мы вот... Зума. Да. Именно так. Так в этом же весе фокус. На самом деле, я сегодняшнюю тему сделала такую вот максимально широкую, да, вот так вот, улуны. Потому что я подумала, что кто-то будет возвращаться из-за города с дачи, кто-то... Еще что-нибудь. И, ну, вряд ли у нас будет возможность найти какой-то конкретный сорт, а уж какой-нибудь симпатичный и вкусненький улум дома всегда найдется у чайного человека. Вот. Поэтому, ну, вот, пробуем, обмениваемся впечатлениями и так далее. И наша сегодня с вами задача посмотреть вот тот приблизительный набросок тем, которые я предложила на ближайшие пару-тройку месяцев. Вот. Потому что, наверное, надо будет там кое-что поправить, немножечко другие, немножко в другом порядке сделать эти темы. Но мне хотелось это решить вместе с вами, вместе с вами обсудить. Вот. Но про улуны мы сегодня, конечно, тоже, безусловно, поговорим немножечко. Я решила, что можем с вами поговорить о некоторых нюансах производства. Вот. Производство. Оля, а у вас тоже, получается, выдержанный, да? У вас тоже выдержанный чай сегодня. А я и не слышно. А я и не слышно. Лау Ешан-Углон, 15-го года. Мне почему-то кажется, что я как раз попала под какую-то акцию, когда заказывала со склада в августе 2021 года, там что-то клали в некоторые заказы по 8 грамм из запасников самого Сергея Шевелёва. А, вот так? Ага, ага. Да, вот я почему-то думаю, что это оттуда. Это должен быть вообще очень интересный чай. Да, из личной коллекции Сергея Шевелёва. Да, да, да. Это должен быть очень интересный чай. Теперь я поняла, что это за Ешан. Значит, там на юге Фудзиане, они во время своей поездки обнаружили, что, по-моему, в Пинхе, что ли это было, да, в Пинхе, делают улуны из вот дикорастущего, дикорастущего сырьё. Вот. И вообще местные жители считают эти деревья, вот эти дикорастущие сорта, ну, как бы предками тех культурных сортов, которые там на юге Фудзиане используются. Вот. Чай получается немножечко необычный. Частенько вот он получался с горчинкой такой, да. И вот какой водой-то? Горячий или подостой? Нет, нет, можно горячий, можно горячий, конечно. Просто я термос кипятила ещё в обед, когда пыталась выпить шу. Мне кажется, что можно кипятить. Наверное, придётся. Ну, смотрите, если он остыл. Он как бы целый был, поэтому, может, и ничего. Я поняла со своей стороны, что гуандунские улуны мне пока вообще никак не даются. Нет. Только в одном варианте даются сваренные 4-5 грамм на полтора литра. Ох, вот ещё. Тогда очень приятная получается такая шоколадная нотка и никакой горечи. А в пролилах просто вырви глаз. Просто синтезон, смешанная, не знаю, с тем, ну, ой. Ну, не знаю. Ну, во-первых, далеко не все гуандунские улуны такие терпкие и горькие, да. То есть есть довольно много мягких. Может быть... Мне так попалось. Ну, как минимум, тот улун, который мы с вами тогда пили, он же тоже гуандунский. Не гуандунский там был один из. Да. Вот, на Бакунинской, когда мы два сравнивали. Да, 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 был один гуандунский. И он был такой вполне себе. А дома я его уже заловила. Ну, значит, что-то такое. Либо много кладете его, либо долго держите. Что-нибудь такое. Потому что всегда можно заварить гуандунский чай, всегда можно заварить помягче, и он будет ароматным. И совершенно не обязательно терпким и горьким. Вот обычно перебухиванием я не болею. Ну, мне тоже казалось, да. Может быть, держите долго? А надо посмотреть как-нибудь вместе, позаваривать. Так что, вы позаваривали, я посмотрела. А может быть, вода с большей минераленацией? Может быть, да. Может быть, вода такая специфическая, что так вытаскивает все эти танины. Ну, вот любой неудавшийся чай на этой же самой воде получается в варке, в холодной, ну, начинается с холодной воды и до кипятка где-то 4-5 грамма на полтора литра. Прекрасно, напитки. Сегодня сварила шен, ну, как бы с Алиэкспресса, еще давно я покупала. Он якобы 2008 года. Там такая табачность сильная. Что-то я сначала хотела заварить, потом передумала, думаю, сварю. И вот там что-то у меня 6 грамм получилось на этот чайник. Вау, какой компот из сухофруктов получился. Прям такой, он густой. И прям вот с сухофрукты, там гурагат, чернослив копченый, подкопченный чуть-чуть. Вот вообще. Как раз это та самая история, что довольно сильно вытягивается вкус чая. Вот именно горечь, при таком способе заваривания на моей воде, горечки практически никогда нету, а именно вот очень интересные, классные. И они именно как напитки получаются. Интересно, интересно. Не жидкие, нет, не жидкие, такие напитки. Плотненькие, хорошие, да? Нормальные, да. Ну, то есть, получается, складывается картина, да, так немножко, что вода действительно может быть большой минерализацией, за счет этого будет большая экстракция. И поэтому кулеры это получают. На самом деле вода довольно мягкая, 6,8 pH. И там из 20 минералов, там 5 вообще не обнаруживаются. Остальные в первой третьей, в первой четверти, она довольно мягкая должна быть. Ну, вот непонятно. Ну, будем как бы, будем исследовать этот вопрос дальше. Будем исследовать этот вопрос, хорошо. А, Саша, как, в результате какой же это оказался чай? Ну, на ТГшку он немножко не дотягивает. Все, что о чем вы говорили, я тут неправильно сделал, я его и перебухнул, и передержал. Поэтому горчинка появилась. Достаточно такой терпкий, светло-желтый. Ну, что я посмотрел, я не знаю, будет в этой камере видно или нет. Лист, вот на нем нету такого, ну, вот этой каемочки, как должна быть у него. То есть... Листы мягкие или жесткие? Просто ТГшка, она же более жесткая, чем зеленая. Да, кстати, он не очень жесткий. Да? Да. В общем, от ТГшка здесь то, что лист здоровый. Надпись. И надпись. И надпись. Вот. Вообще вкус поближе к зеленому. Либо совсем слабо ферментированную лун, что, наверное... Это может быть совсем-совсем слабо ферментированная тагуанинь, да. Такая очень сильно современная, очень-очень зеленая тагуанинь, типа цинциан. Аспиринка-то там есть или скошная трава, что обычно у ТГшки бывает? Нет, корешков, стебельков и прочей. Нет, нет, по аромату. Скорее травянистый или все-таки цветочные есть нотки? Нет, это травянистый, он достаточно терпкий получился. Но, видимо, я его передержал. Сейчас попробую похладнее воду и поменьше подержать. Хорошо. Денис, как у вас получился чай? На аромат просто люто-бешеная какая-то ароматика. И миндаль, и ваниль, и лесные ноты, и что-то цветочное, какие-то сочные такие фрукты, типа персиков. Ага. Ну, подержал я его, видимо, тоже на пару секунд дольше, чем следовало. Получилось все это очень приглушенно и довольно скомканно. И появилась такая просто зеленый лист в основе, такая нота. А он изначально достаточно светленький или темненький? При таком освещении сложно сказать. Такой равномерно светло-коричневый. Ага. Устали такой. Да, и вся эта тьма с него моментально ушла. После первого же пролива. Видно, что лист зеленый, вполне яркий. Я не знаю, будет видно. Видно, зеленый. Вот у меня лист, сейчас вот я смотрю, вот разваренный лист, темный, прям темный. Ну, может быть темно-темно-темно-зеленый, но именно темный. И настой тоже темненький, такой чуть красноватый, чуть-чуть терпкий, но немножко совсем. Горечи у меня нет совсем, естественно, какая горечь в таком возрасте. Такой сладковатый, а аромат, то, что называется, ну, наверное, чэн-сян, да? Да, то есть такой уже именно выдержанный, такой зрелый очень приятный чай. Он и изначально был очень хороший, и сейчас, ну, наверное, если бы его взять и прогреть, да? Наверное, вообще интересно, он бы хорошо раскрылся. У меня получился на первых проливах прям такие винно-шампанские ноты с фруктовой, цветочной оттенками. Вот еще вино светлое, какое у нас самое известное? Все. Мускат. Вот, мускатные еще оттенки, да, и, в общем, удивительно. Несмотря на то, что Улун, 15-й год, ну, такие нотки уловить. Но, пожалуй, да, ему погорячее воду пойду сейчас чайник подогрею. Смотрю, что он на более горячей воде покажет. Но первые проливы были прям шампанское вино, что-то такое радостное. Замечательный, очень новогодний чай получился. Да-да-да, но он был не открыт на Новый год. Только сейчас пакетик открыла. Так, Олег, как у тебя получается? Ну, вот я первая заварка. В итоге у меня Пинхе Бая Целань 2018 года, мучайшка. Ага. И Целань 2016 года, из китчая. Угу. Значит, первый вариант, он довольно плотная скрутка такая, шарики прям. Шарики-шарики. Шарики-шарики, скрутка. А Целань, она, ну, такой лист, ну, типа продольный, что называется. Довольно рыцкий чай. И, соответственно, я взял по три грамма и того, и другого. И первый вариант, он более, ну, потому что более скручный. Он так вот довольно жидко заварился, первый пролив. А второй, он уже нормальный настой по плотности. Вот. И, наверное, сейчас я второй раз, когда пролив, буду говорить. Угу. Когда они раскрываются. Хорошо, хорошо. Очень здорово. А вот из Гайвани, несмотря на все эти шампанское, винные, прекрасные во вкусе и аромате, из Гайвани сейчас появился тамбурные какие-то варианты. Которые бывают у шенов. Вот такие, ну, вот как железная дорога, вот шпалы вот эти вот тертые. Такое что-то вот от шенов, во всяком случае. Я такое в шенах встречала. Ммм, интересно. Более такой аромат, менее веселый и более такой низкий, что ли, грубый. Я думаю, что это просто возраст еще дает. Да? Все тут не один год. Ну, да. И, да. И это же из коллекции Сергея. Он, наверное, просто, не просто так его все в коллекцию взял. Вот. Пойду вот греть, в общем. Хорошо. Хорошо. Саша, как получилось в этом варианте, когда немножечко помягче завалил? Он стал помягче, терпкость почти ушла. Появилось немного травы, но вот того яркого вкуса, ГДшки. Все равно нету? Как они поделились? Понятно. Понятно. Ну, понятно. Либо ГД не доферментировали, либо зеленый перферментировали. Ну, либо это какой-нибудь такой, возможно, вариант тагуани, который на самом деле либо делается вообще не ван-си, да? Потому что сорт этот стал настолько известен и востребован, что его делают во многих местах в Китае, да, и вообще не только в Фудзиане. Его запросто могут делать и, не знаю, там, в провинции Хунань, например, да, вот. В каком варианте он там получается, тут как бы сложно сказать. Вообще... Как получается? Ну, как получается, да. Вот. Из последних статей, вот то, что я читала, я так понимаю, что сейчас во многих провинциях Китая начинают производить, ну, какие-то сорта, которые получили хорошую известность везде, да? То есть какие-то востребованные сорта. Лунзин, тагуанинь. Ну, либо брать свои сорта и их так называть. Ну, да, как-то по-своему делу. Которые чуть-чуть похожие есть, есть. То есть если мы назовем, как они называются, их никто не знает. Давайте назовем его там тагуаньинь. Ну, так бывает, да. Не все же знают, какая она должна быть, правда? Это во-первых. Во-вторых, на самом деле мы с вами чаще всего имеем дело с чаем хорошего уровня, да? А он же ведь очень разный. Его в Китае очень много, и он в Китае очень разный может быть. Вот. И с тагуанинь ведь действительно вот последние годы, ну, как бы технология была упрощена до такой степени, что вполне возможно, что это какой-то такой суперупрощенный вариант скрутки, который даже, в общем-то, и без скрутки. Вот, и получился такой, да, 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 и получился такой совсем-совсем зеленый чай. Тагуаньинь мает. Да. Олег, ты хотел что-то показать, сказать? Да, я хотел показать цвет настоя, сравнить, но я уже все выпил. Пока, сейчас я второе налью. Посмотрим, как получается. Вот, по поводу производства, вот даже раз уж мы начали говорить про тагуанинь, вот в 2005 году в Китае был принят некий ГОСТ по поводу тагуанинь, и, собственно, вот после этого начали активно использовать названия Цинсян и Нонсян. Цинсян свежий аромат, свежий, легкий, можно так сказать, да, Нонсян плотный, такой, да, и они действительно достаточно сильно различаются. То есть Цинсян там такие травянисто-цветочные, легкие ноты в аромате, да, а Нонсян значительно более сладкий такой вот аромат. И они различаются и внешне, и вот если мы говорим про Цинсян, то там мы, скорее всего, не увидим никакой красной каемочки, ее там нету, да, а вот в Нонсян у нас еще есть какой-то шанс какую-то там красную каемочку увидеть. И я хочу сказать, что вот если посмотреть на схемы производства, в принципе, они различаются довольно сильно, да, то есть ничего удивительного, что и результат, в общем-то, такой разный. Нонсян очень, ну, насколько это возможно, близок именно к традиционному производству и, ну, скажем так, считается, что Нонсян частенько вообще делают, если не полностью, то наполовину вручную даже. Вот, то есть, ну, вот первые стадии все равно одинаковые, то есть сбор завяливания на солнце и в помещении, и подвяливание в темноте, а вот потом начинаются уже разницы, да, то есть здесь быстренько протряхивают в барабане, сразу фиксируют, то есть нигде он не лежит, сразу фиксируют, сразу быстренько скручивают, высушивают, вот и все, чай готов, да. А здесь идет протряхивание, потом он немножечко лежит, как бы чуть-чуть, чтобы у него хотя бы чуть-чуть прошла какая-то, какое-то окисление, какая-то ферментация, да, по краешкам, еще раз протряхивают и только потом фиксируют. Опять же, скручивают все-таки несколько раз, да, и кроме, ну, как бы обычной сушки, еще традиционно делается финальный прогрев над углями. Вот, в результате действительно, ну, как бы чай получается довольно разный. Федор, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Оба туганиня? Да, Саша. Саша, да. Саша. Вот циньсянь и наньсянь, это оба туганиня? Да, да, и то, и другое, это будет гуанинь, просто он будет немножечко отличаться. На самом деле, наньсянь тоже очень зеленый, очень зеленый, но все-таки он чуть более сладкий и плотный по аромату и вкусу. Ну, вот. Юля, вот я пытаюсь сейчас показать, не знаю, видно ли. Видно, видно ли. Видно ли разницу? Конечно, видно разницу. Вот та, что посветлее, это наверняка баяц и лань, которая южно-фугзянская, да, а темная – это северная. Ну, уже второй пролив, на самом деле. А почему-то тевернее, холоднее, поэтому более красный чай? Нет, на самом деле, цилань, которая на юге Фудзиане и цилань, которая на севере Фудзиане, сейчас это, ну, можно сказать, уже два совсем разных чая, да. У них и, ну, кусты уже достаточно сильные, я думаю, друг от друга отличаются, вот, и схема производства разная. То есть баяц и лань, которая южно-фугзянская, она, ну, в принципе, так, с натяжкой, можно сказать, что схема производства примерно такая, как у тигуаней, да. А цилань, которая вот с севера Фудзиане, то, что вот Олег заваривает, и то, что я завариваю, да, там, ну, скажем так, ближе к Дахумпау. Фёдор, а какой у вас чай сегодня? Сейчас. Это Дахумпау цидань, чудесная кинова. Ага, цидань, замечательно. Замечательно. Так, я как раз хотела, ну, вот, раз уж тигуанинь, то и Дахумпау, да, всё логично на самом деле. Я как раз хотела сказать ещё несколько слов вот по поводу схемы производства уишанских улунов и, ну, как пример как раз Дахумпау. На самом деле, вот, смотрите, мы когда с вами, ну, так очень схематично изображаем технологию производства у улунов, то обычно говорим, что вот у нас там есть протряхивание и потом некая ферментация. Ферментация. На самом деле, если почитать, посмотреть вот китайские материалы, да, китайские статьи, они не используют там слово ферментация, когда говорят об улунах. То есть ферментация, фадзяо, используется этот термин, когда они говорят о красном чае, а когда они говорят об улунах, они говорят, используют термин дзоцин, то есть выделка зелени. Так, сейчас. Вот, я попыталась как-то расписать ещё вот по-другому немножко схему производства именно Дахумпау, на что я здесь хотела обратить внимание. Ну, улуны у нас чаще всего интересны именно ароматом для нас, да, и на самом деле у улунов формирование вот этого прекрасного цветочно-фруктового, аромата, оно начинается ещё с завяливания, да, то есть завяливание в данном случае двухэтапное, завяливание на солнце и затем, ну, как бы завяливание в помещении, которое, в общем, можно назвать охлаждением, да, то есть вот здесь уже закладываются основы именно аромата будущего. А вот затем идёт этап, который называется выделка зелени, и он тоже состоит из двух вариантов действий, которые периодически повторяются. Первое – это протряхивание, и второе – это отдых, ну, вот тот самый, который мы называем как бы ферментацией, да, потому что, ну, считается, что именно в этот момент идёт и окисление, благодаря которому появляются вот эти самые красные пятнышки, красная каёмочка и так далее. На самом деле, конечно, окисление там происходит, окисление полифенолов там происходит, но его там не так уж и много. И вот тот чудесный аромат, который нам нравится в улунах, во многом он появляется благодаря другим химическим реакциям в листе. Ну, вот мы когда с вами говорим о ферментации, я очень часто всё время говорю, что ферментация – это не только окисление, ферментация – это очень много чего. А здесь ещё, кроме этого, вообще очень много чего. То есть это и гидролиз, да, это и, ну, например, в данном, как раз на данном этапе очень активно распадается хлорофилл, да, то есть как-то видоизменяются, распадаются белки, а что-то, наоборот, друг с другом взаимодействуют и образуются какие-то новые вещества, например, альдегиды, которые обладают очень выраженным ароматом. Вот, и в основном, ну, в основном, полностью, но в основном аромат чая формируется именно во время выделки зелени, во время вот этих двух подходов. В зависимости от того, какой это сорт чайного куста, в зависимости от конкретных температурных погодных условий, повторяться может от пяти до десяти раз. И вот эта выделка зелени, она длится, может длиться от шести до двенадцати часов. Все это происходит в специальной комнате. В этой комнате нет окон, в этой комнате только дверь, которую стараются держать закрытой. Зачем? Чтобы все время поддерживать определенную влажность и определенную температуру. Вот. Влажность достаточно высокая, в районе 70%, вот, а температура, ну, плюс-минус там около двадцати пяти градусов там держит. Встречали вы, нет, последнее время, вот, да даже на Титере, да, вот есть статьи, то, что пишет Дмитрий Рощук, да, он пишет о том, что на самом деле образование вот этих ароматических веществ во многом происходит как ответ растения, да, то есть за счет механизмов ответа растения на стресс. То есть сейчас действительно очень много исследований по этому поводу, и ученые приходят к выводу, что завяливание – это стресс из-за ультрафиолетовых лучей, да, из-за потери листом влаги, протряхивание – это чисто механическое повреждение листа, да, и вот лист отвечает на это, вырабатывая вещества, которые, ну, как бы природа предполагала, что будет, эти вещества будут отпугивать там насекомых или животных вредителей, вот, то есть сейчас вот они рассматривают, что формирование такого выразительного вкуса и аромата у улунов в основном не за счет процессов окисления, ферментативного окисления, да, а за счет вот этого вот ответа на стресс. Вот такой вот интересный, интересный подход. И здесь, ну, как бы интересно то, что действительно, несмотря на то, что китайцы тоже пишут, что там вырабатывается то-то, происходит, то есть наряду с реакциями окисления происходит реакция гидролиза, там, да, распада белков и так далее, они же используют разные термины, да, то есть они тоже прекрасно понимают, что эти процессы разные, вот не только, не просто ферментация, а действительно что-то разное. Поэтому, когда мы говорим, что улуны, ну, это как бы вот такой, он просто не такой ферментированный, как красный, да, это очень и очень такое большое упрощение, скажем так. Ну, а поскольку мы с вами идем сейчас глубже, да, то есть стараемся разобраться, то мне показалось, что вот это вот очень такой интересный момент. Так, что-нибудь слышали, читали по этому поводу? Встречались с таким мнением? Нет? Я тогда, да, наверное, не забыть, я тогда в чатике сброшу ссылки на эти статьи. Они небольшие, в них ужасно много всяких химических названий, всяких разных веществ, вот, но суть все равно ясна, и это очень, я считаю, что это очень интересно. Статья-то на русском, там есть ссылки и на китайские источники, и на источники англоязычные, так что, ну, как бы, можете почитать, посмотреть. Вот, просто мне показалось это очень, очень даже интересно. Чтобы остановить вот эти вот процессы окислительные, да, на листе, чтобы они не проходили дальше, обжаривают, причем это именно вот обжарка, температура высокая, вот до 240-260 градусов, тут же горячим скручивают, и потом еще раз снова обжаривают, но уже чуть-чуть поменьше температура, хотя тоже высокая, и повторное скручивание. То есть здесь повторялись операции, здесь повторяются операции, а потом вот уже для такого результативного закрепления вкуса и аромата пропекание, сначала первичное пропекание, потом немножечко провеивают, немножко охлаждают чай и пропекают второй раз. Вот, это описание, конечно, такого ручного производства. Хотя какие-то из стадий могут делаться вручную, а какие-то могут делаться машинным способом, вот. Но, тем не менее, мы видим, что вот такое качественное производство чая, это многократное повторение многих и многих стадий, потому что, ну вот, например, вот это протряхивание, да, оно делается очень аккуратно, и количество движений, ну, то есть это вот то самое подбрасывание листочков на большом бамбуковом сите, да, и количество вот этих движений, оно сначала небольшое, а потом к концу уже их значительно больше, этих движений, то есть они начинают от 10 подбрасываний, а заканчивают, ну, там, около 100, по-моему, должно быть. Вот, это одна из самых сложных, на самом деле, в выполнении операций. И считается, что нужно, ну, как минимум, несколько месяцев, чтобы научиться вообще правильно подбрасывать листья на этом сите, потому что так сразу не получается. Вот, очень, все время очень обращают внимание на то, какие условия, да, то есть в той комнате, где делаются вот те или иные этапы, да, определенная влажность, определенная температура. Там, где делают выделку зелени, поскольку она занимает довольно много часов, то частенько она затягивается на ночь, да, естественно, и тогда там ставят специальные такие жаровни или кастрюли с горячими углями, чтобы поддерживать определенную температуру даже ночью. Ну, потому что в Фудзяне, на самом деле, очень большой перепад температуры между дневной и ночной, и, ну, это чувствительно, и так далее. Вот, так что производство, вот по поводу производства гуандунских улунов есть старая замечательная статья, кстати, на сайте Мой Чай, ее переводил в свое время Илья Бадуров, специально для Мой Чая он переводил. Очень-очень подробно тоже расписана технология производства гуандунских улунов, вот, тоже очень интересно, если интересно, то почитайте. Вот, это то, что я хотела немножечко рассказать про производство. Вот, потому что мы обычно, как бы, говорим так очень схематически, да, а у нас с вами было в планах еще поговорить в какой-то момент, может быть, о биохимии более плотно, да, и я так потихонечку-потихонечку подбираюсь к этой теме, вот, потому что тема сложная, и мы так понемножку начинаем брать оттуда и отсюда. Вот, что-нибудь скажете, как ваш чай ведет себя, как он себя показывает? Оля, как у вас на более горячей воде получился уже? На более горячей воде, да. Во-первых, все равно в самом настое вот эти винно-шампанские радостные, сначала цветочные, потом фруктовые нотки, потом был какой-то момент, когда сильно походила на грушовый компот, вот именно груша, ну, немножко яблок, но яблоко больше кислинку дает, а это вот без кислинки такое, ближе к груши. А потом постепенно, а в Гайване все время присутствовала вот эта шеновость от листа, а потом эта шеновость постепенно перешла в настой, то есть он стал более таким чайным, некомпотным, и вин, ну, фруктово-ягодно, там, более таким, что это чайный напиток, и терпость какая-то, ну, может, я в какой-то момент перебежала, конечно, но не сильно, все равно вот эта шеновость перешла в настой. Ну, интересный, в общем, играется, получается разными оттенками, здорово. Здорово, здорово. Денис, а у вас как Яшищан себя ведет? Сейчас вроде бы шестой пролив, если я не сбился. Травянистость, опять, вот эти вот фрукты, горечь есть. Ореховость, вот эти вот, тоже орехово-фруктовое, оно опять-таки смягченное, но уже не настолько скомканное, как в самом начале у меня получилось. Оно было более интересное, но сейчас уже, видимо, чай в целом начинает сдавать, поэтому все немножко глохнет. Терпкости практически нет. Очень весьма приятное такое, яркое и многогранное зелье получилось. Замечательно, замечательно. Саша, а у тебя как, еще держится чай или? Нет, у меня уже все закончился. У меня три пролива выдержал. Третий был чуть попроще, но практически похож уже был на второй. А четвертый я попытался, и уже там смысла нет. Понятно. Ну, в общем, он скорее все-таки ближе к зеленому получился у них, чем к улунам. Ну да, вот это такой вариант. Вот из листьев размерами с улунами. Хотя вот там вот показывано на эту штучку, что в туганине делают там почку 3-4 листочка, но почки в туганине часто встретишь вообще. Третий, четвертый листочек – это да. Да, а все предыдущие куда-то ушли. Стандарт сбора – это одно, а что на самом деле собирает – это да. Немного другое. Я не хотел сказать, что никакой горечи совершенно нигде у меня в этот раз не вышло. Здорово. Это замечательно. Хорошо, да, хорошо. Федор, как получился чай? Какой он? Чай получился замечательно. Вот так как я пришел к стереть, я думаю, он еще в самом разгаре находится. Вот сейчас как раз изучал, он уже от лекции немного отвлекся, потому что там были картинки, схемы, очень интересно. Сейчас как раз погрузился в вкус, аромат чая. Соответственно, очень многогранный аромат. Абсолютно по-разному. В чашечке в чихает. Здесь и древесные ноты, и сандал, и много фруктовых нот есть. И вот еще вот такая первая нота, это как бы крамель такая, как сгущенка даже. То есть как бы и такие молочные, и кофейные, и шоколадные. И здесь такой вот калейдоскоп ароматы, и пока он остывает, тоже не будет. Вкус тоже очень такой гармоничный, то есть шелковистый. Есть вот эта ушанская вот такая вот, ну такая горчинка такая вот приятная. И такой довольно такой орехово-сладкий. То есть такой не крепкий, не жесткий ушанский, а такой приятный, как и легкий, сладкий. Мне похоже на это чай. Замечательно. Ну прям вот настоящий Дахун Пао, каким он должен быть, я думаю, да. Здорово, 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 спасибо. Так, Олег, как твое сравнение? Ну, у меня какие-то печальные результаты, но я просто тут еще болею немножко. Ну вроде я смотрю, что там запахи вкусно все принимаются нормально, но вот видимо что-то все-таки, то ли нюансы какие-то ушли, то ли этот чай не любит выдержку. я не знаю, вот как у тебя, твоя салань, у меня как-то вот прям, не знаю, ничего интересного, нет. Вкусно-профиль у них вот общий, безусловно, есть вот тортовое вот это вот, да. Сказать о том, что он прям какой-то восхитительный, я не могу, потому что я вот слушаю, как все наслаждаются чайом, я понимаю, что у меня этого-то нету, к сожалению. То есть, вот второй вариант, который северный, он более вот такой дымный, вот этот вот горелый, как его сказать, горелый табак, вот такой, да, больше. В первом, такой, там, есть и спинхай вариант, он, в нем тоже эта нотка есть, она гораздо менее выраженная. Вот. Поначалу были какие-то цветочные ноты, но очень мало их было, очень прям как-то совсем на грани. Вот. А сейчас осталась какая-то терпкость, причем в обоих чаях они в горло дерут. У меня вот такой эффект. Интересно. А у тебя? А у меня вот на каком-то четвертом, что ли, проливе вдруг неожиданно раскрылся очень интересный аромат на крышечке, вот, гайване. Такие, какие-то фруктовые леденцы. Вот, то есть там вот это вот и фруктовость, и карамельность, да, как вот сладкое. То есть его не было, а сейчас он раскрылся, причем очень ярко. Такой яркий, насыщенный, хороший аромат. Вкус уже, конечно, такой достаточно простоватый, да, а вот аромат играет очень интересно. Но я говорю, что при такой выдержке, конечно, чай нужно было бы прогревать дополнительно. Он у меня просто в пакетике лежал, да. Вот. Но, тем не менее, приятный, очень приятный. Спасибо вам большое. Очень приятно было всех вас видеть. В Новом году мы снова завариваем чай. Вон, даже, вон, елочку у кого-то считать. Да, 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 да. Замечательно. Вот, спасибо вам большое. Надеюсь, увижу вас в следующий вторник опять. Спасибо. Спасибо тебе. До свидания. Счастливо. 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 Пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока.